Четыре колледжа, четыре производственных компаний региона. С таких цифр стартует проект «Профессионалитет в Рязанской области». По новому соглашению, как заявил Николай Любимов, подготовка специалистов в регионе выйдет на новый качественный уровень. Соглашение, по сути, дает старт этому проекту. И совместными усилиями в данном случае мы организуем такую современную в нашем регионе площадку, которая укрепит связь между учреждениями профтехобразования и предприятиями промышленного комплекса. Ну и, естественно, повысить результативность их сотрудничества. Средства проекта пойдут в первую очередь на создание необходимой инфраструктуры, причем в кратчайшие сроки. Базой выбран колледж электроники. В ближайшее время здесь закупят необходимое оборудование для учебных мастерских и лабораторий, отремонтируют помещения. Финансирование из бюджета региона составит больше 23 миллионов рублей, более 5,5 миллионов – лепто-промышленных предприятий. Это, конечно, даст хороший толчок для развития, для трудоустройства ребят. Ребята будут сразу работать на современном оборудовании и быстрее будут адаптироваться к реальным производственным условиям. Будущие специалисты благодаря проекту смогут осваивать машиностроение по программам, адаптированным под современные методики и нужды предприятий. Студенты на практике смогут осваивать передовые технологии, особенности работы на сложном оборудовании. Мы входим в кластер по машиностроению, считаем, что это честь, гордимся этим. Здесь участвуют и работодатели, которые свои требования тоже нам предъявляют и в соответствии с тем, какие требования нам предъявляют, мы уже будем разрабатывать программы. Ожидания вполне оптимистичные. В ближайшие годы кластер подготовит новые ценные кадры для предприятий региона. А с другой стороны, решит одну из важных составляющих – гарантированное трудоустройство молодых специалистов. В десятилетие науки, объявленном президентом, это выглядит актуально. При грамотном исполнении отдача от проекта будет очень большая. Центр поможет сделать нашу систему подготовки профессиональных рабочих кадров более качественной, более эффективной, более предметной. И также позволит повысить конкурентоспособность наших выпускников, поддержать их в решении вопросов трудоустройства. Правительство региона сегодня активно работает над тем, чтобы цели в развитии, поставленные президентом, были достигнуты. Плодотворное сотрудничество в рамках подготовленного соглашения, по словам губернатора, даст ощутимый результат уже в ближайшее время. И с годами будет лишь усиливаться, включая большее количество участников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».